Дорогие друзья, всем привет, всем доброй ночи, доброго времени суток. Midnight Loft Online продолжает свои замечательные ночные эфиры. Наши диалоговые окна, они прямо горячие, потому что у нас очередные сегодня целых два участника. Это Никита Буднецкий и Диана Аванесян. Замечательные лофтеры, друзья, люди, которые за время нашего общения сделали очень-очень много, создали совсем недавно свой собственный проект, и сегодня мы будем говорить в том числе об этом, будем говорить об исполнительской практике, будем поднимать общий градус и общий тонус аудитории, будем делиться лайфхаками, будем говорить о самоизоляции, будем говорить о самых невероятных и нужных на сегодняшний день вещах. Ну и сейчас, буквально через несколько минут, в этой импровизированной студии они появятся. Момент. Начнем. Та-дам! Привет-привет-привет, ребята, привет. Рада вас видеть. Как ваши дела? Как самоизоляция? Как все? Расскажите. Это такой фондарный вопрос. Это настолько замечательно все. Нам так нравится. Мы прямо этого ждали всю жизнь. Это редкий ответ, честно сказать. Откуда такой позитив? Чем он подкрепляется или чем он не подкрепляется, Никита? Ну, мы просто стараемся настраивать все-таки себя как-то правильно и пускать все это в такое русло, чтобы нам было хоть как-то весело. Потому что вся ситуация на самом деле грустная. Но нельзя унывать? Нет, ну музыканты в принципе не склонны к тому, чтобы унывать. И я всячески транслирую эту энергию позитива. Не знаю, насколько мне это удается. Но мне кажется, пока что мы еще как бы держим правильный курс. Не знаю, что будет через пару недель. Держим. Ну, это, как говорится, вскрытие покажет. Диана, скажи, а как твое настроение? Совпадает ли оно с неписленным позитивом и драйвом? Да нет, на самом деле, ты же знаешь, Никита, она икрует этот позитив. Нет, ну как бы мы стараемся быть разумными. Мы стараемся как-то не унывать. Мы работаем, продолжаем что-то делать. В общем, поэтому это как-то поднимает наше настроение. Но в целом тяжело, конечно. Я не знаю, очень тяжело. Я очень социальный человек. Мне не хватает, не знаю, не хватает общения, не хватает вылазок на улицу, не хватает вдохновения. Но что делать? Ну да, все в одной лодке. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Ну, скажите честно, ребята, кто из вас выносит мусор, а кто ходит в магазин как бы? То есть мы сразу вычислим, кто из коллектива, какой у вас рейтинг. Мы все делаем вместе, Али. А, то есть получается почетным. То есть как, вы вместе несете вот это вот? Это любовь. Слушай, нет, нужно же вдвоем выходить. Мы абсолютно точно этим пользуемся. И даже когда Никита вдруг выходит один куда-то, он чувствует себя очень непривычным. Ну, естественно, там же коронавирус, это очень опасно, очень страшно, я понимаю. Ты знаешь, ты ходишь на улицу и как-то не кажется, что там какой-то вирус, потому что люди настолько раскрепощенные. Если не учитывать то, что на них маски, то, в принципе, как будто бы ничего не происходит. Ну, я согласна. Хотя какое-то вот напряжение в воздухе есть, как только появляется в радиусе какой-то там человек, не знаю, в радиусе метра, наверное, или километра даже, он сразу меняет направление и уходит, куда-то сама уничтожает. То есть ты идешь на диван, такой раз, и все, его нет. Да, да, да. Поэтому ситуация такая, в общем-то, нестандартно нервная. Но как только ты заходишь домой, сразу расплываешься и понимаешь, что везде релакс, все хорошо, можно заниматься креативом, можно заниматься творчеством. Слушайте, ну я хочу первое, с чего начать... Это все не так, это все не так. Подожди, я тебя прерву. Приходишь домой, такой садишь ты на диван и думаешь, а что делать? А чем заняться? Книжку читать? Как дальше? Нет, не блядь, ты не слышишь ничего, зато я читала все, что хотела, и продолжаю это делать, так что у нас немножко разные развлечения. Ну я вот, например, знаю о развлечениях Никиты краем глаза, просто не могу не поделиться, я в полнейшем восторге. Дело в том, что речь пойдет сейчас неожиданно о теме Италии, итальянская кухня, мистер Капрезе, я теперь себя так называю. Дело в том, что, для аудитории поясню, потрясающий, абсолютный, мультипликационный, я, наверное, да, не ошибусь, так назову, ролик выложил Никита, как он делает салатик, и что с ним, это такая прямо драма, мелодрама, Санта-Барбана. Диана делает, а я режиссирую это все, ей монтирую. Ну да, вы все делаете вместе, просто понимаете, даже вот это вот диалоговое окно, когда присоединялись гости, которые находятся вдвоем на самоизоляции, по понятным, так сказать, причинам, очень по-разному себя ведут, то есть многие говорили о том, что наоборот стараются как можно меньше делать всего вместе, чтобы вечером было о чем поговорить, чтобы как бы проанализировать. У вас ситуация иная. Ролики снимаете вместе, проект делаете вместе, что вы еще делаете вместе? Слушай, не, на самом деле мы разграничиваем какой-то досуг, какие-то развлечения, чего-то еще. Мы, в общем, повторюсь, мы стараемся быть разумными, поэтому мы чуть-чуть разграничиваем, естественно, какое-то свое время, но все равно вместе с этим что-то делаем вместе тоже. Приходится делать что-то вместе. Вы находитесь на одной жилплощади, а так как у нас жилплощадь маленькая, у нас однокомнатная квартира, нам приходится делать все вместе. Понятно. Нет, ну можно как бы пойти на кухню, покреативить там, кто-то читает это время книжку или сидит на вебинаре. Долго на кухне сидеть не очень. Это то, что когда я сплю до двух часов дня, тогда Диана долго сидит на кухне. Ну, то есть, получается, богемный образ жизни, Никита, ты его не покидаешь. Конечно. Ты как бы верен своим традициям. Диана, как бы, получается, на стороне жаворонков, да, скажем так? Как обычно. Понятно. Вот это вот сложный, на самом деле, момент психологический. То есть кто-то кого-то все-таки должен, я так понимаю, переманить на свою сторону, а вот кто победит, вопрос. Карантин покажет. Да, дружба покажет. И карантин тоже. Слушайте, а как вот вебинары, да, вот это самообразование, о котором здесь все говорят, нахваливают опцию того, что нужно как можно больше сейчас набрать, начитаться всего, выучить все, что хотел всю жизнь. Что именно? Чем вы занимаетесь? Что за образовательные курсы? Ну, давай. Что, чем мы... В смысле, что мы делаем? Ну, вот я так понимаю, что это по части Дианы вопрос. Диана, вот что за курсы, что за вебинары, что за образование? Что мы делаем? Это проект, который мы делали в оффлайне вместе со студией МАМТ, театра Дениславского и Немировича Данченко и с нашими спонсорами-круглазорами. Это мы вот вместе делали этот проект в оффлайне. К сожалению, не смогли мы его до конца показать, потому что последняя встреча в блоге попала на апрель, и, к сожалению, мы ее не смогли показать, но мы вместе с нашими партнерами обговорили несколько раз. Я не могу сказать, что я была очень за выпуск игры в классику. Проект называется «Игра в классику». Я не очень была за выпуск игры в классику в онлайне, потому что боялась, что мы потеряем весь тот драйв, активы, движ, который мы обычно делаем в оффлайне, потому что самая главная часть нашего проекта это интерактива с детьми и с ребятами. Это проект для подростков, и мы очень много играем, не знаю, разговариваем, спрашиваем, их всегда вовлекаем в процесс, и это достаточно сложно делать в онлайне. Блюз я совершенно точно не понимала, как это вообще можно, потому что у нас есть на проекте вживую, у нас есть прекрасный актер Илья Байранов, который является нашим модератором и вообще воплощает это голосом. В общем, он действительно очень крутой это все делает в онлайне, и мне было интересно представить, как это вообще может выйти в онлайн, но мою супер-крэйзи идею выпуска Никиты в качестве нашего прекрасного оратора проекта получилось очень здорово, по-моему. Ну, я на самом деле смотрела 15 апреля, все-таки был день рождения Никиты, как бы после поздравления, я почувствовала нервную нотку в голосе именинника, который очень деловито сказал, так, все, Алис, я там как бы пошел, спасибо за поздравления. Вот, и уже в 6 часов вечера, 15 апреля я была с вами, я была на этой лекции барокко, я все это видела. Местами я, ну, немножко как бы смеялась в хорошем смысле слова, потому что было весело, то есть действительно был этот элемент интерактива. Я, конечно, не подросток, но удовольствие получила и поняла главную, как бы, цель и задачу вашего проекта. То есть как бы, ну, я так произвольно сейчас, классическая музыка, которая каким-то образом уживается в современной жизни. То есть для человека прогрессивного, как бы, который, ну, знает современные гаджеты, знает современные стили и направления, если есть желание, да, каким-то образом эта классика интегрируется в его жизнь, правильно? Ну, в целом, да. Мы, в общем, самая главная наша задача была показать всем ребятам-подросткам, которые, допустим, не занимаются музыкой и которые думают, что классическая академическая музыка это очень скучно, это какие-нибудь там вечные органные концерты или еще что-то. Не обижай органистов. Извините, пожалуйста. Я ничего против органных концертов не имею. В общем, я имею в виду, что это... Те органисты только что вышли из онлайна, кстати говоря. Да, я вижу. Ну, хорошо. В общем, я к тому, что проект «Крисплэн» показает, что, во-первых, классика, она все время нас окружает, что ты слышишь это в рекламе, ты слышишь это, когда сидишь на телефоне, ждешь ответа банки, еще что-то, что это все классическая музыка, и мы хотели показать, насколько эти знания сейчас применяются в современности. То есть опять же, вот эта реклама, того, как можно креативно, не знаю, обработать баховскую арию, прелюдию, все что угодно. Вот это наша главная цель. И, кстати, мне кажется, что Ник в роли модератора, в роли ведущего был более чем убедителен, причем у меня это подкрепляется не столько, как бы, как сказать, ну, харизмой Никиты, которая, безусловно, имеет место быть. То есть даже если, Ник, если даже тебя не знать, да, в принципе, ну, как бы борода, весь облик, голос, в конце концов, то, как ты поправил ведущего, который тебя назвал как-то неправильно. Это все было так настолько файно, и это было харизматично и хорошо. Но главное это то, что какой у тебя опыт действительно в барочной музыке. Вот я слушала, да, я просто представляла, сколько ты прошел, то есть в госкамерном оркестре, да, то есть сколько ты сыграл этой музыки. И вот это для меня было, наверное, самым таким вот, ну, убеждающим фактором. Я подумала... Наверное, потому что ты была все-таки на первой только лекции. Мы же там только барокко рассмотрели. Да. Но в прошлом мы рассмотрели классицизм. Сегодня мы рассмотрели романтику, так что... В пятницу мы будем рассматривать 20 век, и потом еще музыка-кино, так что присоединяйтесь, игра в классику, реклама, все дела. Да, это очень здорово. Но в связи с тем, что вот у вас сейчас так идет вот по эпохам, у меня как бы рождается вопрос. В принципе, сейчас проект, ну, это получается вот первый сезон проекта, правильно я понимаю? Да. То есть это как бы такой, ну, пилот, пробный шар. А дальше вот какова стратегия? Вот вы пройдете сейчас по эпохам. Как дальше вы планируете развивать этот курс? Смотри, во-первых, я, наверное, не буду говорить, что это пилот, потому что это абсолютно продуманный выход. Его можно назвать только... Ну, продукт, в смысле, абсолютно продуманный. Его можно назвать пилотом, только потому что мы до этого этого не делали. А в целом это не то, чтобы мы там экспериментировали, нащупывали дорожку или что-то еще. Это то, к чему мы действительно шли, то, что было абсолютно осознанно. Что будет дальше? Следите за новостями. На самом деле, продолжение будет, я абсолютно в этом уверена, но, наверное, скажу о... Ну, как бы мы уже ведем переговоры, скажу о том, что я создаю весь контент, вся наша команда работает, моя команда работает со мной, но все равно это проект, который делается вместе с студией театра Станиславского, Немировича, Данченко, о чем мне нельзя забывать, потому что мы все равно показываем это в музыкальной гостиной, когда это делается вживую. И нам действительно очень приятно, что у нас есть такая возможность, потому что не всегда, давай скажем честно, когда ты там делаешь первый шаг, делаешь какой-то проект, даже о котором ты долго думала, не всегда у тебя есть возможность, ну, правда, в таком потрясающем месте показывать. Это действительно очень здорово, потому что музыкальная гостиная классно очень подходит под проект. И это, ну, не знаю, на секундочку в Москве совсем неплохой театр, поэтому мне действительно это очень приятно. Вот, поэтому продолжение КФ-классику зависит от нашего партнерства, зависит от того, как мы вообще будем это все продвигать. Пока что это есть в онлайне, все выпуски выходят на Ютубе с небольшим опозданием после наших вебинаров, поэтому пока что так, и дальше будет больше, интереснее, идей куча, так что будет все. Ну, слушайте, а можно, допустим, для себя так рассудить и для аудитории пояснить, что вот, ну, как бы, ты продюсер, Диана, да, то есть, как бы, ты создатель этого проекта, ты его душа, автор, а вот, допустим, роль Никиты как ведущего, ну, можно ли его называть, например, исполнительным продюсером или исполнительный продюсер или не кто-то другой человек? Знаешь, на самом деле, обычно мы разделяем так, что игра в классику просто зиждется на трех этап. Мне, Алисе Спириной, руководительница студии, и Андрея Лермошкина, который наш представитель от Кругозора. А Никита? Никита просто подопытный кролик, которого выставили в экран торговать своим лицом. Но ты хорошо торгуешь, молодец, ты хорошо торгуешь. На самом деле, все остальные ребята, могу назвать это там, Кристина, Степа Худяков, Ваня Кондратский, Илюша Баранов, Никита в том числе, это все моя и еще несколько людей, которые работают, разных людей, которые работают с теоретикой, то есть мы там обязательно работаем с теоретиками, редакторами и так далее. В общем, все это моя большая прекрасная команда, без которой, в принципе, игра в классику бы не существовала. Вот, я совершенно не вижу, что там пишут. Классная баранда. Классная баранда. Классная баранда. Спасибо большое, Ярослав. Просто смотрите, да, вот как бы, да, эту команду я знаю очень хорошо, это замечательные люди, прекрасные музыканты, все очень хорошо нам известны, но вопрос такой, вот как бы со стороны участников, которые, ну, потенциально, да, вот сейчас нас смотрят, музыканты, да, в основном, ну, кто-то, кто-то не музыканты, кто-то присоединится к вам как аудитория, возможно, вот музыканты, они могут как-то к вам поступить на борт, то есть вы принимаете людей на проект, или вот у вас этот костяк функционирует, и в общем-то, в общем-то, это и все, то есть дальше это просто задача вашего креатива, ну, и подбора тем. Или все-таки кадры, которые, ну, исполняют камерную музыку, да, ведь это, как правило, камерный опыт, когда мы говорим об оффлайне, и когда мы говорим об онлайне, там уже, ну, не только камерная музыка. Слушай, смотри, на самом деле сам проект был начально, то есть так как, опять же, назовем это, это не как у тебя, это не Лофт-филармония, не площадка для ребят, которые играют камерную музыку, это все-таки в первую очередь образовательный какой-то контент, то здесь не просто там ребята, которые играют классно камерную музыку, могут прийти к нам и показать свои все умения, а все-таки это какой-то командный креатив. Я собрала ребят, которых я очень люблю, это действительно очень классные музыканты, и мне очень приятно, что это люди, которые вместе со мной как-то креативят, что-то предлагают, и очень часто какие-то предложения мной принимаются, что-то не принимаются, это не важно. Но, допустим, этот сезон игры в классику уже полностью закрыт, потому что даже если мы, я надеюсь, выйдем и покажем вживую тоже, музыку кино, которую мы, к сожалению, пропустили, конечно, этот сезон полностью закрыт. Что будет в следующем сезоне? Пишите письма? Посмотрим. Нет, это возможно, потому что, конечно, только как бы закругляться на квартете и добавление пианиста, наверное, не очень хочется. Просто весь прикол Алиса по поводу именно вот этого сезона игры в классику был в том, что вся музыка, которая использовалась в любом из выпусков этого сезона, она как бы переделывалась и писалась как бы вот именно под наш состав, который уже есть. То есть это квартет и фортепиано. И все, что мы исполняли, будь то симфоническая музыка или будь то там для одного инструмента, все исполнялось вот именно таким составом. Я могу сказать еще, вот тут я вижу, кто-то пишет про то, что... Сейчас можно, да, сейчас про идею расскажешь, я здесь тоже прочитала этот вопрос. Вот один такой маленький вопросик, промежуточный. А вот ты сказала, что вы привлекаете к этому музыковедов. То есть, ну, соответственно, формат концерта, лекций, да, то есть даже, ну, такого образовательного проекта. Может быть, тогда привлечение не столько музыкантов, сколько других музыковедов, ну, молодых или там, ну, каких угодно. Или это тоже не рассматривает? Давай так. Я еще не сказала, с кем мы работаем. В основном это, естественно, молодые музыковеды, и все обычно, обычно это разные люди. Наверное, только две программы я писала с одним и тем же музыковедом, а остальные это все, потому что это одна эпоха. Есть разные, как ты сама это прекрасно знаешь, есть ребята, которые как-то больше специализируются, там, допустим, на классике, кто-то на кино, кто-то на 20-м. Ну, да, да, я поэтому и спросила, да, конечно. Мы, собственно, ну, то есть у нас 5 программ, у нас 4 музыковедов, с которыми мы работали, и это все молодые ребята, кто-то из них даже еще учится в консерватории, но я абсолютно открыто сама, ты знаешь, прекрасно ко всем молодым ребятам, потому что мне кажется, что от них исходит какой-то креатив, и им я могу объяснить, что мы действительно хотим, потому что мы ни в коем случае не издеваемся над академической музыкой, мы просто хотим показать, как это может быть интегрировано в какие-то другие части нашей жизни. Ну, а теперь, как зародилась идея, собственно, главный вопрос. Как зародилась идея, я просто, почему я, собственно, хотела сразу сказать, потому что изначально, когда я задумалась, скажем так, если кто-то вдруг не знает, все мои ребята работают в очень уважаемых коллективах. Мы знаем, знаем. Это ребята, которые работают в Большом театре и в филармонии, и, собственно, я и еще в театре Российской армии. Соединить всех этих ребят вместе в один день, чтобы еще и порепетировать, это невероятно сложно. Это просто практически нереально. Поэтому, когда мы выпускали первую игру в классику, я думала, что вот, ну, как бы это мой золотой состав, и ребята все согласились играть, и все подгадали, все было очень круто. Я абсолютно не думала, что я смогу убедить ребят, чтобы они каждый раз выступали. Но, во-первых, ребята проявляли у меня инициативу. Это во-первых. Во-вторых, они так полюбились нашим зрителям, если честно, что я посчитала, что это абсолютно хочу, что с моей стороны убирать кого-то из ребят. Поэтому у нас была в январе, у нас была в январе как раз романтика. И Никита и Ванин, наши артисты, они были на кастроле в Германии. И я посчитала, что это абсолютно невозможно заменить, потому что два прекрасных, бородатых, восхитительных мужчины, сидящих у нас. В общем, поэтому мы просто сформировали программу так, что играли только трио, дуэты, вот что-то в этом роде. То есть вы, короче, дождались своих, так сказать, суженых и ряженых, назовем их так. Да, поэтому мы совершенно... То есть настолько они действительно очень понравились всем нашим зрителям. А как зародилась идея? Просто очень много образовательного контента музыкального, но мне казалось, и мне по-прежнему кажется, что мало чего-то очень доступного. Я стараюсь смотреть на то, что мы делаем со стороны обывателей, человека без музыкального образования, просто потому что все равно в первую очередь мы создаем контент не для выпускников музыкальной школы, для всех в целом. То есть это в целом может быть интересно всем. Диана, а вот так, если сейчас вспомнить просто прошлый какой-то вот опыт, Ну, собственно, для аудитории тоже поясню, что Диана не только закончила консерваторию, а сейчас ты на каком курсе ГИТИСа? На четвертом уже. Вот, на четвертом курсе ГИТИСа человек, причем по продюсерскому направлению, правильно? Я не вру. То есть как бы знание, этот багаж знаний, который требуется, ну, по арт-менеджменту, да, по продвижению, то есть все вот эти вот опции человек сейчас получает и как бы на практике реализует. То очень ценно. Но я о другом. Был в твоей жизни еще один образовательный проект, мы можем, наверное, его озвучить. Просто мне интересно, насколько вообще опыт, тот, который был приобретен в стенах консерватории, на том самом проекте, как он тебе помог, либо наоборот не помог, были ли какие-то ценные наработки, или это как бы совершенно другая история, которая, ну, вот тебе никак абсолютно не помогла в этой жизни. То есть вот интересно по продюсерски чисто. Слушай, нет, на самом деле любой опыт всегда помогает, хоть он хороший, хоть он плохой, он в любом случае всегда тебе помогает. То есть ты можешь либо на что-то равняться, либо точно абсолютно понимать, чего ты не понимаешь. Ну, просто там были дети, да, там были дети совсем маленькие. Здесь дети как бы другого возраста. Поэтому этот вопрос у меня возникает просто естественным образом. Да, то есть это абсолютно чисто, если смотреть на два проекта, это абсолютно не пересекающиеся друг с другом, просто потому что у нас абсолютно другая аудитория, это другой класс ребят. Это самый сложный возраст. Это подростки, там, типа с 12 до 18. Это реально самое сложное, но в то же время самое интересное, потому что мы всегда все пытаемся как-то молодиться. Мы совсем недавно вышли сами из возраста, там, 20-летних, там, ну, в этом роде. Поэтому... Ну, в этом роде. Полу вышли, полу нет. Я такой... Ну, на самом деле, что-то я не вижу по вам, чтобы вы вышли. Вы, по-моему, не вышли. У вас все хорошо, как говорится. Я так же говорю, мы все пытаемся молодиться. Нет, ну, в любом случае, скажем так. Поэтому с этой аудиторией мне было интереснее работать. Поэтому я была рада, что мы все-таки решили вот так вот зафиксировать этот возрастной ценз. Диан, а вот такой проект, который запустила филармония не так давно, после «Мама, я меломан», они запустили язык музыки, да, для подростков. Вот ты посещал этот проект, не знаешь, как бы... Я знаю, что это за проект, что-то я смотрела, но живут, к сожалению... Ну, это тоже, я коротко, так сказать, просто намечу. Это тоже проект Ярика Тимофеева и Марши, собственно, в Ахулкиной. На мой взгляд, проект менее успешный, чем «Мама, я меломан». Он тоже просветительский, то есть он тоже рассчитан, кстати говоря, на вашу возрастную аудиторию, как раз 12-8 у нас. Ну, то есть такие подростки. Вот. То есть какие-то есть точки соприкосновения, хотя проекты совершенно разные, то есть у них не концерт-лекция, у них скорее просто, ну, такого тоже полу-концерт, полу-прояснение, полу-я-то не знаю, как его называть. Вот. Они там разбирают инструменты, например, показывают, как там, что устроено. Вот. У вас этого нет. Ну, просто если что, как бы, да, это просто тоже такая наводка, что, может быть, ребятами... Ну, просто посмотрите, чем они занимаются, поскольку у вас... Я знаю, чем они занимаются, да. Нет, я просто, к сожалению, вживую этого не имею. Немножко разные подходы. Мы пытаемся объяснить все-таки доступность музыки. Как моя мама сказала, она посмотрела две наших лекции в онлайне, и сказала, что, Никита, если бы таким образом детям преподавали музыку, а не так, как тебе это было изложено. Знаешь, нет, в смысле... В нормальном смысле, как... Да, такая интересная новичка моего образования получила. То было бы все гораздо проще и понятнее. То есть моя мама сразу же поняла, что, значит, век там барокко или классицизма в музыке, понимаешь? Вот она это поняла, хотя она вообще не музыкант. Нет, но она еще поняла, потому что, как бы, у тебя харизма имеет место быть. Знаешь, просто вот возвращаясь как раз к этой лекции, единственную, правда, которую я слышала, но все-таки вопрос у меня возник. Как ты выучил весь этот текст? Как ты это все смог в своем? Это моя большая тайна. Я просто умею читать. То есть, получается, телесуфлер имел место быть. Ой, я сказала, это смог. Не, ну, конечно, такой большой поток информации, и тем более я не теоретик, а нужно оперировать какими-то числами и датами, точными названиями. Я не могу просто так это все из головы черпать. Не, ну, если сказать честно, то в онлайне у нас никто не читает, по-моему, Машки на всякий случай, потому что там все-таки очень много интерактива, поэтому наш прекрасный модератор заучивает текст, репетирует его знания, так что сейчас я не вижу никакого смысла Никиту заставлять это делать, так что, я думаю, мы не будем застрять на это сильно долгое внимание. Но в целом я не вижу в этом огромного смысла, потому что он не модератор, он просто в данном случае выступает как спикер. Но я надеюсь, что я продолжу. Нет, ну, это, на самом деле, аппетит приходит во время еды, то есть как бы рано или поздно ты просто сможешь выдавать эти фразы даже в 2 часа ночи, даже в 4 часа утра, я уверена, просто это изи. Слушайте, ну, а вот формат, как бы, онлайна и формат реального концепта, лекции, он отличается или нет? То есть у вас по времени? Ну, то есть у меня лекция минут 45 где-то там. А, ты про время говоришь? Да, ну, формат сам. То есть у меня они примерно одинаковые. Те, которые онлайн идут чуть дольше. Нет, мне кажется, чуть дольше как раз, да. Ну, минут 40-45 он шел, мне кажется. Первый, да, шел 45 минут, 50, по-моему, даже. Да, но так получилось чисто из-за, понимаешь, мы там играем все-таки музыку вживую. Там, во-первых, пока возьмешь инструменты, там еще пока что-то, пока настроишься, мало ли, куча... Да, да, то есть я просто дольше. Да, но вот сегодня, например, шло час 10, в то время как у ребят в онлайне, я как раз в офлайне, я тогда отсутствовал, сколько у вас шло? Тоже примерно так. В общем, смотри, у нас время примерно так идет, от часа до полутора. Но до полутора мы никогда не доходим, потому что я считаю, что это много. То есть наш самый-самый максимум – это час 15. В целом в онлайне по-разному бывает. Но это примерно такой же, то есть мы стараемся как-то поддерживать. Никите написали вопрос, предпочитает роль ведущего или музыканта? И будет ли он скучать по роли ведущего в офлайне? Я предпочитаю роль ведущего музыканта. Нет, конечно же, я буду скучать по этой роли ведущего. Я так как-то тянулся, вот сегодня была третья лекция, и я уже даже почувствовал кайп. Мне прям очень понравилось. Так что я думаю, что... Нет, это здорово. Это на самом деле хорошее объединение, и одно другому не мешается, согласись, Ник. Даже если мне Диана не разрешит больше вести ее проект, я открою свою страничку на Ютубе, разошлю вам всем приглашение, и будете заходить ко мне на канал и ставить мне лайки, я буду вести его. Нет, было бы совсем круто, если бы просто, Никита, ты взял бы и открыл еще один проект, понимаешь? Хотя, кстати, вот у меня вопрос к Никите. Никита, вот смотри, такое время настало сейчас непростое, а у меня, как бы, память хорошая, в принципе. Вот, и я при этом не злая совершенно, как в анекдоте. Мусфаунд, помнишь такую штуку? Помню. Я помню, чем она должна была заниматься, а может быть, она и занимается. У меня такой вопрос просто возник к тебе. Вот это вот социальная сеть для музыкантов. Тогда, со Сколково, сто лет назад вы это планировали. В каком это виде сейчас, если ты знаешь, и было бы это вообще здорово запустить, если бы вернулся в прошлое? Ну, я тебе расскажу так. Первоначальная задумка Мусфаунда была в том, чтобы ни одного музыканта не оставить без работы. Вот, то, что нам сейчас и нужно. То, что нам сейчас и нужно. Но это было возможно в реалиях нормальной жизни, потому что мы хотели подбирать лучших музыкантов для заказчиков, именно по мнению самих заказчиков. То есть, они должны были получать то, чего они именно и хотят. Но это касалось любого вида деятельности музыкантов. То есть, будь то игра в кабаке, будь то игра в метро, играй на свадьбах, играй в Карниги Холле, знаешь, ну вот типа до такого. Потому что мы написали, Тёма Бурнатов, тебе небезызвестный, собственноручно изучал все эти языки программирования и написал код, из-за которого, собственно, мы в Сколково тогда и попали. То есть, он до такого допрограммировался, что нас приняли в Сколково. Но, к сожалению, мы тогда не смогли поехать в Америку на последний аттестационный экзамен. Нам предлагали купить у нас этот проект за очень большую сумму денег, зеленых денег. Но мы отказались, потому что посчитали, что наша идея дороже всех этих денег. И, наверное, лучше было бы, чтобы мы тогда все-таки это все продали. Потому что сейчас этого нету и денег нету. Я даже помню сервер Авдотья, да? Авдотья, да, наш первый сервер, который мы купили. Да, кстати, воспоминания сумасшедшие. И, кстати, знаете, вот эти вот два проекта, совершенно две разных истории, которые вдруг переплетись вот в этом вот Midnight Loft Online, неожиданно встретились. То есть, ребят, вопрос такой к вам обоим. Вот смотрите, много музыкантов, да, существуют со своими идеями. Особенно сейчас, когда все концерты заблокированы. И сейчас, казалось бы, звездный час для того, чтобы что-то прописать, как-то наметить пути развития. И вот когда-нибудь нас выпустят, и вот человек сможет что-то реализовать по бытам. Потому что все мы знаем, насколько это непросто. Какой совет или какую-то рекомендацию вы дадите? Вообще стоит открывать проект? Что за этим стоит? Вот как бы, что двигало вами вот при создании того или иного проекта? Вот по очереди ответ. Тебе? Ну, я хочу сказать, что при создании любого проекта стоит думать о том, нравится ли это тебе вообще или нет. То есть, именно тебе лично. Если тебе это не будет нравиться, то этот проект никому не нужен вообще. Потому что будешь заниматься не своим любимым и тебе не нравящимся делом. Ну, нравится тебе, допустим, проект. Но ты же хочешь, например, когда-нибудь на этом заработать, да? Вот мы же не будем это замалчивать. Стоит ли это ставить вообще в таргеты или об этом не надо думать? По первой степени об этом задумываться вообще не нужно. Если твой проект выстрелит, его могут просто заметить и предложить тебе денег. Но здесь тоже нужно как бы не прогадать. Не стоит сразу же идти в банк и говорить, что да, давай мне сюда свои деньги, все, вот, отличный у меня проект, и ты, твои деньги тоже отличные. Тоже не стоит. Стоит просто дальше развиваться и любить то дело, чем ты занимаешься. Тогда оно точно не прогорит, и все будет тип-топ. Ну, а с точки зрения вот вообще развития культуры Москвы, не будем брать Россию, хотя можем взять и Россию в целом. Человек, который, допустим, открывает проект, он должен задумываться о том, что, по идее, ну, вот в идеальной ситуации, вот ту единицу, которую он создает, должна занять какую-то небольшую или, там, наоборот, большую нишу и стать вот культурным достоянием. Или так высоко тоже не надо заморачиваться, на ваш взгляд? Слушай, ну, об этом задумываться вообще не нужно, мне кажется. То есть просто нету смысла. Например, небезызвестная история, как Марк Цукерберг сделал в Facebook, да, это когда он просто решил фотки всех своих друзей в колледже запостить в одну страничку, и это вдруг вылилось в огромную социальную сеть с многомиллионной прибылью. Мне кажется, что не нужно ставить свой личный проект в какую-то нишу. Ну, я бы вернулась вот к тому, что говорил Никита. Кроме того, что вам это должно нравиться, то, наверное, я, со стороны студента продюсерского факультета, скажу, что просто важно иметь какие-то знания. Я никого не агитирую и поступать в ГИТИС. Это было моё решение, мне было просто, не знаю, по фану, мне было это приятно. И я сейчас-то тоже себя ощущаю очень комфортно. Но в любом случае, давайте скажем честно, просто так сидя человек, просто у всех есть какие-то идеи, и без знаний очень, не знаю, мне кажется, что очень тяжело, во всяком случае. Какой-то бэкграунд нужен, нужно прочитать книжки, нужно посмотреть какие-то опыты, чьи-то, сами где-то попробовать или где-то поднабраться опыта, что тоже, мне кажется, очень важно, потому что не обязательно думать, что у тебя появилась самая креативная идея, на самом деле ничего подобного. Мне кажется, что уже всё, все сочинили, просто это как-то можно сколлаборировать интересно в твоей голове. Но просто, наверное, для того, чтобы как-то думать о какой-то нише твоего проекта, стоит сделать что-то более важное, там, несколько, во всяком случае, проектов, чтобы уж как-то задумываться о нише. Я, к сожалению, я вообще ничего не вижу, всё написано. Список книжек, да. Диана, а вот такой вопрос. Ты говоришь, что нужны знания, да, и как бы, ну, Никита тоже к нему это относится, естественно, но вот вернёмся к тому, чему мы учились в консерватории. Что бы вы, ребят, вот уже сейчас, оглядываясь назад, добавили бы? Ну, в виде предметов или в виде каких-то просто опций, факультативов. То есть эти же знания, они берутся не только из книжек и фильмов. Да, это хороший такой догграунд, это хорошо набрать и так, но всё-таки, вот если бы было в наших силах изменить что-то, что бы вы добавили в консер? Я бы только удалял что-нибудь из консерватории. Слушай, нет, на самом деле... Хорошо, нет, хорошо, хорошо, что бы ты удалил? Что бы я удалил? Всё, да. Слушай, я бы... Слушай, нет, но у нас были какие-то абсолютно... Я бы удалил экономику, потому что она у нас там не преподавалась, и нам просто ставили зачёт, по крайней мере, мне. Упс, вот мы и выяснили. Я всё всегда уже легко узнал. А по полифонии... Что ты говоришь, извини, мы тебя не услышали. А по полифонии, по полифонии, как ты получил зачёт? По полифонии? О, мне помогали вообще все-все-все. Да. Но это было интересно. Мне кажется, все струнники по полифонии именно таким образом получают зачёт. Ну, наверное, ты прав. Нет, хорошо, а что бы добавили? Что бы добавили? Диана, что бы ты добавили? Ну, если ты имеешь в виду, с точки зрения какого-то продюсерства, то, наверное, я бы ничего не добавляла. Нет, не продюсерства, а общего. Вот что бы тебе принесло положительных знаний? Ну, положительных знаний принесли всё на самом деле. Ну, в консерватории, нет. Ну, в консерватории просто есть определённые специальные предметы. Да, есть там экономика, есть БЖД. Да, окей. Я поняла, о чём ты имеешь в виду. В первую очередь, у меня есть просто небольшой опыт работы в консерватории. Я делала какое-то огромное количество мастер-классов там. И, наверное, я скажу, в первую очередь, деловая этика, этика деловой переписки – это самое важное, чего не хватает у наших студентов. Это просто сущий ад, каким образом они вообще в принципе пишут письма. Поэтому, наверное, это важно. Плюс, наверное, какой-то типа self-presentation, потому что этого тоже абсолютно люди не умеют делать. А если говорить о каких-то саморазвивающих вещах, то, наверное, не знаю, я бы думала, что это больше, наверное, разбор каких-то… Ну, не знаю, нет, у нас на самом деле очень хорошее образование. Я-то на самом деле не жалуюсь. Нет, ну можно же лучше, понимаешь, за рубежом, ну, есть другие предметы какие-то. Ну, хорошо, давай так, давай это противно. Вот менеджмент – хороший предмет. Он есть только у пианистов. А почему, собственно? И на четвертом курсе только. Я проходила менеджмент, когда у нас… Поэтому мне сейчас очень неудобно это будет говорить. Но я проходила менеджмент, когда менеджмент только-только ввели. Это был первый пробный курс. И мне, кроме того, что меня научили тогда, как я уже умела это делать, писать CV и… И в чём различие CV и биографии, по-моему, больше ничего мы там не ведём. Это даже как-то прискользно и странно, на самом деле. Потому что… Ну, я тебе могу сказать, что это был первый год. Это абсолютно точно. Я помню, что это был первый экспериментальный год. Поэтому, возможно, я абсолютно уверена, что стало всё намного лучше. Так что супер, прости. Я знаю, что ты ведёшь это. И я уверена, что ты… Ну, веду не я, ведёт Оксана Александровна Левко, поэтому как бы я там… Да, потому что я знаю, что ты там что-то тоже читаешь. И поэтому я уверена, что… Олеся, ты так посмотрела, как будто бы Оксана сейчас рядом с тобой. Да-да, вот, собственно… Так что она, да. А было бы прикольно, да? Вот, но я хочу, наверное, просто сказать, что этот менеджмент – это, не знаю, что не какие-то 10 лекций, за которые ты научишься делать всё. Но ты можешь какие-то локальные вещи, как, например, если ты не умеешь писать ТВ, это очень нужные вещи. Наверное, вот какие-то такие моменты, да, я бы добавила для всех почему-то. Ну, хорошо. А маркетинг, а бухучёт? Ну, какие-то практические вещи даже. Ну, человек, допустим… Если тебе нужно такое изучать, то тебе не место в консерватории, понимаешь? Ну, как бы, если ты собираешься быть пианистом… Я же проклинаю… Нет, так а почему нет? Подождите, ну, это же тоже помогает, как бы… Смотрите, хорошо, я поясню, откуда взялся этот вопрос. Не из желания, как бы, как-то продвинуть менеджмент, он, ну, не нуждается в продвижении, в принципе. А из желания, как бы, понять, что музыканты оказываются очень ограничены, когда, вот, допустим, такая сказка, как сейчас. Почему? Потому что, смотрите, за то, что я перечислила… Следующий был мой вопрос, если бы вы так всегда не возмутились. А нужно ли им знать программы и софты, например, да? Потому что сейчас в онлайне, в цифре, все свернуто в такой, ну, как бы, момент, что… Ну, хорошо, поставить телефон, у кого-то, у кого хорошие инструменты, да? А вот дальше, вот, допустим, человек хочет запустить, не знаю, там, свой YouTube, там, что… И он не знает вообще, за что хвататься. Предположим, у него миллион подписчиков, и все у него нормально с точки зрения монетизации. Но ручками он сделать не может, потому что в голове пусто. То есть, да, он может почитать гугл-стуки и полностью запутать, но, может быть, в консерватории, если бы это закладывали, было бы проще, вот, там, вопрос. Ну, ты знаешь, я могу с тобой согласиться и одновременно не согласиться, потому что… А, не знаю, давай скажем честно, я не знаю, как все делали. Мы сейчас, по-моему, очень неудачный пример с Никитой, потому что мы закончили консерваторную красную диплом. Шучу, на самом деле дело не в этом, а просто в том, что мы работали с первого курса, и у нас не было… Нам стучат соседи. У нас не было… Ладно, я буду еще тише говорить, хотя, по-моему, негромко говорим. Ну, ладно. Ну, в общем, ладно, у нас бывают соседи, мы проблем не важно. В общем, у нас не было возможности ходить на все предметы, поэтому я абсолютно не уверена, что если бы мы ввели какой-нибудь… Если бы кто-то в консерваторию ввел какой-нибудь букв учен, все бы с большим удовольствием ходили на него. Я не уверена. Нет, ну, может быть, я же сразу сказала, что, может быть, опция факультатива… Ну, ладно, я поняла, я поняла позицию, что, может быть, действительно, это должен быть какой-то отдельный курс. В принципе, так и есть, бакалавриат, просто он очень неудачный, говорят, хотя, может, с руки. Нет, просто если человеку это действительно нужно, то он сам во всем разберется, мне кажется. Конечно, не до конца, но для этого есть какие-то те же онлайн-курсы. То есть, там, например, менеджмент онлайн. Это забить, мне кажется, сможет каждый в Гугле, и тебе вылезет куча этих… Хоть какой-то минимум можно будет тогда. Нет, хорошо, я поняла вашу позицию, в принципе, вполне понятно. Слушайте, а вот, допустим, сейчас опция вот вас, как музыкантов, да, вы видите, чем занимаются все кругом, вот у меня такой вопрос, честно, любопытство. Вот развитие своей медийности, своих ютюбов, то есть уже за пределами проекта, за пределами вот этой вот истории, как вы к этому относитесь? То есть, насколько вообще, по вашему мнению, важна медийность, ну, то есть, введение социальных сетей, там, общение с аудиторией? Кстати, это подходит и под проекты, просто под вашу функциональную деятельность. Как у вас с этим обстоит? Ну, смотри, с точки зрения введения социальных сетей, я небольшой этого фаната, мне это не очень вставляет, так сказать. Я не люблю даже открывать Инстаграм и часами напролёт его просматривать, там, всё такое. Просто прямой эфир. Мне кажется, что просто очень много людей это делают. Кстати, прямой эфир, это мой, по-моему, вообще первый в Инстаграме, начиная с 2011 года или с какого-то, не знаю. Скорее всего. Да, так что, вот. А по поводу создания канала на Ютюбе, я об этом задумываюсь очень давно, но это стоит больших затрат мозговых на то, чтобы... И физических тоже, на то, чтобы придумать контент, который впоследствии будет тоже интересен. То есть не то, что ты сделаешь сиюминутное, и вау, как это круто, смотрите, что я сделала, у тебя там миллион просмотров, да, это круто, но а что ты покажешь людям во второй раз? А у тебя уже как бы нету никаких соображений. Поэтому нужно над этим задумываться на год вперёд. План всех видосов, которые ты будешь туда заливать, чтобы это было интересно не только тебе, но и людям, которые тебя будут смотреть. Слушай, ну вот ты сама точно-точно знаешь отличный пример человека, который суперкруто ведёт свой Инстаграм, пианисту Лукашу Акросоцваридзе, который сейчас просто, по-моему, Лука Акрос. Я думаю, ты его знаешь, наверное, лично, я не знаю. А, конечно. Ну вот, он потрясающий пианист, он действительно очень круто ведёт свой Инстаграм, у него там какое-то невероятное количество подписчиков, и он там чуть ли не уже из ТикТок появился и вообще где угодно. И он действительно очень круто себя выставляет, наверное, точнее, не наверное, абсолютно точно это здорово. Мы, наверное, не находим себе эти силы, и как-то наш креатив уходит немножко в другую сторону. Хотя я не говорю, что это правильно, так что я совсем вас не агитирую это делать, никого, наоборот. Наверное, если ваша душа к этому не уезжает, то делайте. Мы, наверное, иногда пробовали, но сегодня, пока мы пытаемся выплыть на каких-то других, может быть, на каком-то партнёрстве, может быть, на каких-то просто классных проектах, может быть, ещё на чём-то на площадках, не знаю, всё что угодно. Но пока что мы, короче, мы очень плохой пример каких-то там продвижений в Инстаграме. Мы вашим Инстаграмом не сделаем рекламу. Да, точно. Нет, всё ясно. Ваш ответ, как говорится, понятен. А вот если сейчас представить, что всё-таки этот карантин, вот эта вот самоизоляция, не дай бог затянется, не дай бог долго, на самом деле, не будет концертов. Как вы посоветуете, ну вот, музыкантам не падать духом и аудитории не падать духом? Ну, хорошо, пойдут они на вебинары, да, послушают. Но всё-таки вебинары не каждый день, да, и не каждый день можно найти хороший какой-то контент. Как им самим, вот на ваш взгляд, можно реализоваться? Может быть, у вас есть какая-то небанальная идея, небанальный лайфхак? Потому что, в принципе, все вот эти вот вечерние онлайны, которые я запустила, ну вот мы что-то такое вот думаем креативим. Думали ли вы об этом? Ну, я бы посоветовал в первую очередь как можно больше креативить всё-таки. Не знаю, делать всё, что угодно. Да, ну ты же говоришь про то, чтобы мы посоветовали музыкантам, чтобы они не унывали, правильно? Ну да, и аудитория тоже. Взял скрипку там, я не знаю, накинул на неё тряпку и начал мыть полы. Креатив-креатив. Заснял это, выложил на ютубчик. Нет, ну если мы ещё много времени не будем выходить куда-либо. А так, ну не знаю, просто не терять голову и... Извините, пожалуйста, низкий заряд аккумулятора. Ой, понятно, видимо, долго разговариваем. Диана, ты как считаешь? Что делать с музыкантом? Слушай, я на самом деле думаю, что каким-то рядовым музыкантом очень часто стоит, наверное... Балконный концерт. Что? Балконный концерт. Балконный концерт, да. И я думаю, что стоит заняться каким-то самообразованием. Просто потому что очень часто не хватает времени на то, что ты хочешь. Взялся, я думаю, все у тебя гости говорили о том, что почитайте книжки, посмотрите фильмы. Вот. Но в первую очередь я, наверное, думаю, что надо позаботиться о каком-то своём ментальном здоровье. Просто потому что мы всё время находимся на каком-то нервнике. И, наверное, стоит просто пробовать, как сказала Никита, креативить. Реально пробуйте, потому что, по-моему, сейчас это самое вообще благоприятное время для того, чтобы просто прощупать, что вам действительно больше нравится, потому что... Ну, хорошо. А вот ещё вопрос по поводу Лгитиса тоже напрашивается сам собой. Ну вот, Диан, ты, наверное, должна как никто верить в синтез искусства. То есть, возможно, сейчас... Я абсолютно агитатор синтеза искусства. Я верю, как никто это не верит. Я вижу будущее только в этом. Так, и что ты видишь? Как Вангу спрашиваю. Я вижу несколько своих проектов. Нет, шучу. На самом деле, я очень-очень верю в синтез искусств, потому что... Мне кажется, что это... Кстати, ничего в этом нового нет. Потому что, на самом деле, если вспомнить совсем какие-то там музыкальные салоны, там ведь именно оно и было. Все вот эти вот синтезы искусства, когда там, не знаю, и в арт-искусстве это было всегда. Да, поэтому... Но появляются новые синтезы искусства. Я как бы тебя к этому подталкиваю, что, в принципе, то, что было, это было. А сейчас появились еще новые виды искусства. Новые синтезы искусств, как вариант. Нет, это ясно. Я просто... На самом деле, я еще очень... Это, мне кажется, чисто мое субъективное мнение. Я просто нахожу вдохновение в каких-то, не знаю, там... В чем-то, что происходило, знаешь, в веке каком-нибудь девятнадцатом, в книжках этих я вижу какое-то... Не знаю, я нахожусь креатив именно в этом. Дягилев за синтезы искусства выступал, подсказывает нам Галя. Ну что, кто сегодня в нашем эфире будет Дягилевым? Проголосуйте, ребят. Нет, на самом деле... Говори, говорю. Нет, мне просто хотелось сказать, что синтезы искусства – это что-то абсолютно естественное. И мне кажется, что сейчас совершенно не стоит от этого отказываться, поэтому... Диана, ну, естественно, это естественно. Но просто люди не знают, за что, как бы, хвататься, с чего начать. И, понимаешь, даже какие-то банальные вещи, которые, может быть, ты сейчас произнесешь, да, или я произнесу, они, может быть, станут каким-то пробным шаром и, как бы, толчком к успеху для кого-то. Потому что, ты понимаешь, ведь у нас у всех есть друзья, которые театралы, да, то есть, ну, актеры. Есть друзья, там, не знаю, живописцы, там, художники, те, кто занимаются инсталляциями и прочей какой-то такой вот креативной ерундой, да, грубо говоря. Может быть, это с музыкой, которая сейчас закрыта дома и в формате цифры, да, в формате тех самых аудиозаписей, да, более или менее достойного качества. Возможно, даже это как-то соединить, чтобы монетизировать. Ведь многие, ну, вообще остались без работы. Давайте так, с этой точки зрения. Не только с точки зрения креатива. Вы бы, как бы, посоветовали это как опцию для того, чтобы себя, может быть, на хлеб заработать? Ну, знаешь, на самом деле, я не знаю, обычно творчеством, люди мало на хлеб зарабатывают, но в целом стоит просто попробовать. Ну, не знаю, мне кажется, что не, не знаю, не бойтесь пробовать. Это вот первое, что я тоже всегда как-то агитирую людей. Не бойтесь пробовать, но не получится, в конце концов, не получится. Зато это обязательно выйдет в какой-то опыт и обязательно выйдет в какие-то знания, ошибки, которые вы дальше не допустите. Поэтому вот мне кажется, что не бояться – это самое важное. Понятно. Ребят, ну а теперь вернемся к реальной жизни. Расскажите все-таки о своих хобби, о том, как вы занимаетесь зожем, о том, как вы занимаетесь фитнесом у себя в однокомнатной квартире. Как это? Ну, у нас есть тут гантельки, есть коврик для йоги, не знаю. О, полтора килограмма, я надеюсь, два сколько? Десяточка. Это чьи-то десяточку твои, я надеюсь, не Диана? Мои десяточки, Дианка разбирает. Слава богу, я купил такие гантельки, которые разбираются. А ты, Диан, сколько ты? Ну, не знаю, не больше четырех. Четыре там прям много. Четыре там много. Ого, это много. Потому что ты женщина для женщины. Ну, честно говоря, да, я даже немножко в шоке, потому что я вот больше двух, наверное, никогда в своей жизни и не пыталась поднять. Ну, два это прям... Ну, вот как-то так. Слушайте, а вот по... А по литературе, вот что вы такого читаете? Чего можно посоветовать людям? Какие сериальчики вы смотрите? Я читаю детективчики. Ну, Нильк любит вообще современную литературу. Он как-то вот очень к этому... Автор в студию. Автор в студию. Книги в студию. Жан-Кристоф Гранже. Обожаю этого писателя. Это современный писатель детективов. Его книги «Конго Реквием», «Лес мертвых» и «Ижи с ними». Это какой жанр? Это детектив. А, то есть я люблю детектив. Понятно. Криминальный детектив, да. Это триллеры такие вот, которые я люблю. С кровью там, с этим делом. Люблю, чтобы было больше экшена. Ого. Так. Это точно необычные париги. Нет. На самом деле, 19 веков это совсем необычные париги. Там есть очень много всего интересного. Но вот я сейчас застряла на Кронине. Я читала «Замок в Роде». Мне очень понравилось. Вот сейчас я взяла почитать «Звезды смотрят вниз». Я в целом уже сказала о том, что я нахожу какое-то вдохновение в этих произведениях. Потому что мне, знаешь, сразу зарабатывает, как это можно воплотить сейчас, как это можно скреативить сегодня. Ну, не знаю. Может быть, это просто мой мозг сейчас именно так работает. Вот. Поэтому я больше читаю такую литературу. Но в целом, потому что я учусь в Китисе, я все время читаю литературу, которую нужно читать. Литературу, которую нужно нам читать, это всякие там пьесы зарубежных. Авторов и так далее. Поэтому сейчас мне есть возможность читать то, что мне больше нравится. Я тут просто постоянно Диане говорю «Тише, тише, тише». Надо тут начинать наполученное. Я поняла. У вас эти соседи, да, какие-то очень злобные, стрёмные. Даже я начинаю говорить «Тише». Вот эти получатся. Вдруг они с этим чувством отвечают. Радут еще капрес. Слушайте, а вот о кулинарной шедевре. Раскройте тайну. Когда будет следующий ролик, который мы и так мечтаем увидеть? Капреза я не могу. Я пересматриваю постоянно. Тогда будет опастье уже. А ты посмотришь? Это еще «Гуакамоле». «Гуакамоле» было? Это, кстати, «Гуакамоле» это был первый ролик. Да, «Гуакамоле» был. Ты еще не видел. А, нет, значит, я смотрела, да. А второй уже этот, который типа вестерн был. Да, второй вестерн был. А вот третий сегодня Диана выкинула. Это тот, который у нас сегодня был на проекте. Там была битва. Это не еда. Ну, это не еда, но это все равно ролик, в который я большую часть времени называю. А еда? Когда будет еда уже? Вы хотите жрать, что ли? Почему? А вы что, не едите? Тогда мы идем к вам. Мы как раз-таки слишком много едей. Нет, на самом деле, скажем так, у нас появилась еда просто потому, что нам было немножко нечего делать. А потом появилась игра в классик. У нас сейчас действительно… На самом деле, всем кажется, что перевести из оффлайна в онлайн – это достаточно быстро. На самом деле, ничего подобного. Потому что в онлайне появляется много чего нового. Потому что у всех наших зрителей, знаешь, есть возможность просто посередине ткнуть, выйти и все. Поэтому надо обязательно держать настрой, там, не знаю, накал страсти и так далее, интерес. Поэтому переводы из оффлайна в онлайн – это очень много времени. Плюс это весь видео, которое мы собираем. А сейчас у нас будет достаточно близко друг к другу выходить игра. Поэтому сейчас пока не до еды. Но я думаю, что когда игра закончится, еда появится снова. Просто если ты хочешь узнать по поводу роликов, к каждому выходу игры в классику я монтирую что-то новенькое и очень креативное. И вот на сегодняшний день мы сделали ролик там, где вступают в такое нистовое противостояние Ферринтс Лист и Никола Паганине. То есть что было бы, если бы они попали в Мортал Комбат? О! Да. Тогда посмотрите, слушайте, что это креативное. Слушай, зайдите в первый классик и посмотрите. Мы там, да, там было очень классно. Надя, как? Хорошо. Первым делом, да, сразу после онлайна зайду посмотреть. Любопытно. Так, нам надо написать, сколько по времени готовится один проект? Один проект? Видимо, меньше, но одна серия, я так понимаю. Ну, в смысле, наверное, я скажу так, одна встреча. Прича, если это, ну, сегодня, в смысле, если говорить о том, как это в офлайне готовится, то это огромное количество моих идей просто вневременных, которые собираются примерно за три недели в какой-то такой большой классный выпуск. А если говорить о переводе в онлайн, то это где-то дней пять на переделку этого всего. Понятно. Диана, а вот такой вопрос. А почему, собственно, Никита, как бы, выступает как ведущая? Почему не ты сама? Тебе сама не хотела? А, нет, во-первых, потому что ты сама не хотелась. Во-вторых, нет, наверное, во-первых, я скажу, что я очень люблю выпускать готовые продукты, есть у меня такая страсть. И самое главное, что ты там пришла, я так часто буду считать. Значит, кроме того, что я люблю выводить готовые продукты, я ещё люблю очень следить за тем, чтобы всё происходило именно так, как надо, и никак иначе. Поэтому прекрасно понимаю, что на площадке вебинара невозможно следить за всем. Я поняла, что мне нужно выпустить Никиту как человека, который будет это всё делать, а я буду всё контролировать. Вот, поэтому я такой вот тёмный кардинал, который работает. Получается, да, ты делегируешь свои обязанности, доверяя своей команде. Ну, это, кстати, редкость большая. А как же без этого, Алиса, так и надо. Абсолютно точно. Я, кстати, вот я абсолютно командный человек в работе, я считаю, что ты один вообще мало чего стоишь, если рядом с тобой нет твоей классной команды, поэтому я... А это сто процентов? Что? Нет, это сто процентов. Это ты абсолютно права, как бы без команды ничего не бывает. Поэтому есть отдельная команда на техническую базу и на все остальные, на каждый чиф, я бы сказала. Да. Да, немножко соскучились, конечно, мы по реальности. А что говорят вообще на работе, так сказать? Как вообще протекает онлайн-сессия оркестра Московской филармонии, мне интересно. Как часто вы занимаетесь в окнах Зума? Как часто вы встречаетесь в онлайн-барах, Никита? Ни то, ни другое не происходит вообще никак. То есть в онлайн-барах это мы можем с ребятками сами созвониться и все это устроить, понятное дело, никаких онлайн-баров. Но нет такого, чтобы у нас там какие-то домашние задания принимали или... Да, я видел в каком-то оркестре поручили подготовиться к ближайшим концертам, непонятно каким, которые, ну непонятно когда будут, выучить несколько симфоний, там и все это скинуть своим концертместерам видеозаписи, как они сдают эти партии. Ну это, короче, ересь какая-то, я не знаю, мне это очень не нравится. У нас такого нет, это все не практикуется. На данный момент я точно знаю, что мы май и июнь сидим дома. Скорее всего, в июле мы уходим в отпуск, точнее нас отправляют в отпуск на целый месяц. Что будет в августе, я вообще пока что не знаю. Как говорится, работы нет, но вы держитесь. Понятно. Ну то есть, в принципе, даже никак не комментируют, ну то есть, в такой ситуации, что летом вам придется работать и сезон перенесется на летний месяц и ненормативно, такого не может быть, да, получается? Это может быть вполне. Может быть вполне, что мы начнем работу в августе. Такого никогда у нас не было. А в июле не может быть. То есть в июле железно отпуск и все, и до свидания. Нет. Это все еще не железно. Нам всем позвонило начальство и так аккуратненько сказали, что типа вы никуда не уезжайте, потому что мы можем выйти на работу в любой момент. А как вы предполагаете? Все-таки ситуация с этим фрическим оркестром, понятно, что это больше 50 человек. То есть это, наверное, расхлопнется в последнюю очередь, даже для репетиции. Я уже молчу для концертов. Но, скорее всего, филармония же будет продолжать линию онлайн концертов. То есть реальный концерт для пустого зала, сквозь камеру и все такое прочее. Или даже такой веры, что у вас нет. Скорее всего. Я, кстати, сейчас не захожу на сайт филармонии. Я смотрю, что у них там часто какие-то онлайн концерты. Называются они «Домашний сезон». Я даже не знаю, чем они там занимаются. Нет, там какие-то сольные. Сольные в зале Казыча они ставят что-то. Или там люди все-таки из дома? Ну, ребят, там такая была история, что до 4-го или до 5-го апреля они, видно, проводили онлайн концерты. Солисты приходили, команда операторов с камерами, да, они снимали этот концерт, пустой зал, все это выкладывалось в режиме реального времени для публики. Как только уже президент объявил, что карантин на месяц, эту опцию упразднили. То есть им запретили проводить именно онлайн концерты. И филармония, как и все другие организации, выставили концерты в записях. То есть все то, что было уже просто в армии, вот и все. Ну, понятно, как везде, да. И у нас никаких вопросов по поводу работы, это все вообще, конечно, под таким большим вопросом. И что с нами дальше будет, это все печалька, печалька. Нет, но мне кажется, что такие большие организации, они все-таки знают книг, они защищены так или иначе. То есть я думаю, что переживать не стоит вам, стоит, наверное, переживать другим, кто более мелкий. Потому что все-таки малый бизнес в любом виде, в любом сегменте, он подвержен, к сожалению. А бюджетные организации, они, наверное, более защищены. Но поживем, увидим. Самое главное, как это, и продолжать двигаться вперед, что бы ни происходило. Вот, кстати, знаете, что мне еще пришло в голову, последние несколько минут. Ивану, что замечали, что иногда профессия, это, конечно, очень хорошо, но хобби часто тоже приходит на помощь, когда они меняются местами. Когда, например, хобби вы можете заработать. Или хобби там вас заработает по рейтингу. Нет, то, что сегодня происходит, так точно хобби выходит на первый план. Ну, по крайней мере, для меня. Для меня. Никита очень классно монтирует видео, так что я буду делать рекламу. Никите, можете, да, пользоваться. Он действительно очень классно монтирует видео, он это очень любит делать, поэтому иногда это будет нужно. Я вот хочу вообще на днях, у меня вон есть дрон, и я хочу на днях его запустить с балкона. Хоть в Москве это все запрещено, но хочу запустить с балкона, чтобы он тут полетал, что-нибудь поснимал. Ну, потом расскажешь, насколько тебя штрафовали, мы из тебя посадим. Не, ну что, Никитин и Минди с дроном уже там участвовали в разных конкурсах в Швейцарии, так что мы можем про это не чуть-чуть сказать. Да. А, серьезно? Мы снимали? Да, я об этом ничего не знала. Мы прошлым летом ездили в Швейцарию, там поездили по некоторым городам, и я там много достаточно поснимал, и сейчас моей подруге, нашей подруге из Швейцарии понадобилось для конкурса какого-то что-то в поддержку... Это был социальный конкурс, социальной поддержки людей, которые заняты тем, что работать сейчас над тем, чтобы сделать, не знаю, минимизировать вирус и так далее, и там и врачи, и так далее. И там был большой конкурс от фонда, мы сделаем результаты, но в целом это очень круто, потому что ролик получился очень-очень хороший, и там везде его записи дронов. Да. Ну, теперь точно знаю, что у нас органы смотрели, потому что именно на дронах появились часы, так что, Никита, ты точно выиграл, я могу тебе сказать. Ребята, я очень рада вас видеть, спасибо вам за классный диалог, было прям... Спасибо тебе, Алина. Спасибо. Спасибо, Астасия, я прощаюсь. Спасибо, кто нас смотрел. Всем лапки, чмоки, му-му-му. Приходите еще, смотрите Алису. Смотрите Никиту с Дианой. Пока.